Морвель! Убийца моего отца! Я принимаю вызов! Три! Бей, католика! Произведения Александра Дюма «Отца» едва ли не самые экранизируемые в мире. Только трёх мушкетёров в кино ставили больше 90 раз, «Графа Монте-Кристо» около 50, а «Человек в железной маске» существует как минимум в 30 разных киновариантах. В нашей стране всегда обожали Дюма и исторические сериалы. Сопоставив два этих факта, в начале 90-х годов прошлого века, тогда ещё актёр Сергей Жигунов решил переквалифицироваться в продюсеры и замахнулся на знаменитую трилогию Дюма «Отца» про восхождение на престол Франции короля Генриха Наваррского. Жигунов задумал снять по тем временам беспрецедентный многосерийный проект. О том, что из этого вышло, о том, почему трилогия осталась только дилогией и о том, каким образом французские короли спасли киностудию Мосфильм от гибели в сегодняшней программе «Хроники русского сериала». Сергея Жигунова обожали миллионы зрителей, точнее зрительниц. Гардемарины, сердца трёх, подземелья ведьм – каждая девочка в начале 90-х мечтала встретить такого вот принца, как Жигунов. Казалось, он, как и его герои, благородный и романтичный. Но прагматик в какой-то момент возобладал в Жигунове над романтиком. Он решил зарабатывать на кино, то есть стать продюсером. Почему именно Дюма оказался Жигунову коммерчески перспективным? Да потому что с детства актёр обожал и мушкетёров, и наш фильм про них. Видел успех Георгия Юнгвальдхелькевича и Михаила Боярского и был уверен, что Дюма поможет и ему стать успешным. О, да-да, Геркулес. Стоит, повернувшись к окну. О-о-о, какой профиль! Что ж, совершенно в твоём вкусе. Кто не любил романа Дюма в детстве? В те годы макулатурная серия шла. Люди стояли там по ночам в очередях, чтобы сдать 20 килограмм макулатуры и получить талончик на право покупки в магазине книги Дюма. Это воспоминание о детстве обернулось для Жигунова, казалось, неподъёмным замыслом. Снять ни много ни мало порядка 50 серий по трилогии, куда входили королева Марго, графиня де Монсаро и 45. Тогда он не знал о том, каким последствиям приведёт такое решение. Проекту 45 так и не суждено было осуществиться. Съёмки двух других сериалов растянулись на несколько лет. В стране был кризис, разброд и шатание. Денег постоянно не хватало, с творческой группой возникали разногласия. Но даже сегодня Жигунов ни о чём не жалеет. Тогда он дал работу очень многим киношникам. И без ложной скромности вспоминает, что только благодаря его Марго и Монсаро смогла выжить киностудия Мосфиль. Кино практически не снималось. И люди устали от... Времена были на самом деле тяжёлые. И люди устали сидеть дома, да. И все хотели работать. Все хотели создать и оторвать от себя какую-то частичку, чтобы получилось хорошее кино. Было просто полный вакуум и затишье, и такая... Значит, стиль полный. Вот. И на Мосфильме это был единственный павильон, где снималось что-то. Всё остальное были клипы, клипы рекламные или видео, музыкальные и так далее. В павильоне... Это же дорого в павильоне снимать. В кино, в павильоне. Все клипы снимались у нас. У меня была очередь из друзей-эстрадников, которых... Ну, там... Нету павильонов, нету декораций, негде взять было. И чего только не снимали. От ногу свело до... Аллегровой. Прям вот без остановки. Уже было распоряжение. Уже тариф какой-то был там. Своим, не своим. Уже прям уже в бухгалтерии лежала бумага. Была очередь. Можно, по-моему, поснимать. Уже перестали пускать, потому что декорация до появления фильма уже по телевизору крутили. Вот, всё. Сериал в цифрах. Графиня де Монсаром. Режиссёр Владимир Попков. 26 серий по 52 минуты. Королева Марго. Режиссёр Александр Муратов. В авторском варианте 18 серий по 50 минут. В сокращённом 10 серий по 50 минут. Кинодиология по одноимённым романам Александра Дюма. Жанр историко-приключенческий. На два фильма 20 главных героев. Около 700 персонажей. Производство длилось больше трёх лет. Премьера Королевы Марго состоялась в июле 1996 года. Графиня де Монсаром в январе 1997. Графиню и Королеву создавали параллель. Для Жигунова, по сути, это был один фильм, как и для многих актёров, герои которых фигурировали в обеих частях. Кастинг длился 9 месяцев, а вся подготовка к съёмкам больше года. Решение принимал Жигунов. Но вообще по подборке актёров всё настолько здорово, настолько точно определены роли. У нас группа была на самом деле очень хорошая, дружная. Снимали мы порядка трёх лет. Ну как мы снимали? То есть, видимо, были проблемы с финансированием. Поэтому снимали 3-4 месяца. Потом какая-то пролонгация происходила до полугода. Потом опять 3-4 месяца. Мы очень сильно подружились и с пониманием друг к другу относились. И все купались в своих ролях. Было на самом деле очень интересно. Все ты на тот момент был известным артистом. Практически вся молодёжь всё снималась в этом фильме. Девочки все, ребята. Для некоторых актёров диалогия подюма стала проходным билетом в большой кинематограф. Как в случае с киевлянином Алексеем Горбуновым, которых сыграл Шута Шико. Актёр считает, что с этой роли начался его взлёт в карьере. И даже на своём официальном сайте Горбунов до сих пор подписывается этим счастливым именем – Шико. Вы сегодня неприятны и раздражаете меня, господин Шико. В это время не снимали кино, когда нечего было. Ну вот реально не было денег на хлеб. На сигареты там было по пять дней, это без сигарет. Стыдно было даже стрелять сигареты. Вот просто это было в 92-м, в 93-м году. Это безумное время, когда всё сломалось за одну неделю. Страна изменилась. А я уже перед этим 14 лет всё-таки проработал на киностудии «Довженко». И вдруг это за один день поменялось в жизни. Вот ты действительно не понимал. Я был заслуженным артистом Украины, у меня всё замечательно складывалось. А тут вдруг всё, страна развалилась. Киностудию «Довженко» превратили в склад шуб, там и продуктов. И всё это рухнуло. И, конечно, вот в этот период я мечтал сниматься где угодно. Что здесь происходит, господа? Государь, там шут ваш Шико. Он вырядился точно так же, как ваше величество. Просто любое предложение, любое. А тут ещё графиня де Монсаро, роль Шико, о которой, наверное, можешь мечтать всю жизнь и не получить её. Вот, и вдруг так всё складывается. Два короля на балу. Слишком большая честь для хозяев, а? А, Кулитак. Так, позволь мне сыграть роль короля. Я буду царствовать, а ты танцевать. Ты малость поразвлечёшься, мой бедный король. Ты прав. Я, пожалуй, займусь танцами. Свою первую кинокомпанию Сергей Жигунов пророчески назвал «Шанс». «Шансом» продюсера дарил многих замечательных, но в ту пору невостребованных актёров. Например, после съёмок «Под крылом Жигунова» в роли возлюбленного графини де Монсаро настоящей звездой стал Александр Домогаров. А как вы думаете, что они обсуждают? Держу пари. Они изобретают новый крахмал для воротничков. СМЕХ Сашка очень много сил отдал на картине. Он тренировался, он фехтовал, скакал, готовился к роли. И меня очень благодарил Гофман потом, Ежи. На банкете мы с ним в доме кино пересеклись на премьере картины «Огнём и мечом». И он сказал, как же артист готов был драться на саплях, скакать на лошади. Да, это мы умеем. Мы тренировали парня. Тренировал и пестовал бывший Гардемарин Жигунов не только Домогарова, но без исключения всех актёров, которые должны были скакать, фехтовать и сражаться. Причём тренировал так, что сделал из них в буквальном смысле слова профессионалов. Очень многому пришлось учиться. Это положительная сторона этого проекта. Ещё задолго до начала съёмок мы все были приглашены в участие в тренировках конно-спортивной комплексы. Это очень серьёзный уровень. Можно было действительно покалечиться и серьёзно покалечиться. Это уже с позиции времени прошедшего ты понимаешь, что так. Тогда об этом не думалось. Тогда был азарт, тогда был колоссальный интерес. Мотор! Когда Жигунов и его команда были практически готовы зайти в съёмки, утвердили всех актёров на ключевые роли, воздвигли немыслимые по тем временам по своему размаху декорации, определились со съёмками за границей и даже выбили приличный аванс, стало понятно, что снимать нельзя. Не было двух главных героинь, собственно, королевы Марго и графини де Монсаро. Больше года прошло от запуска, а их так и не нашли. Не искали долго, и королеву, и графиню пробовалось, то ли, 300 у меня была кассета актрисы, всего было 800 фотографий в шкафу. Пробы на графини Монсаро длились 9 месяцев. И, в принципе, 9 месяцев я жила в ожидании, да-да, нет-нет. Это моя первая такая роль, довольно-таки интересная, интересный актёрский ансамбль. И я, в принципе, в то время мучилась и думала, как мне эту роль сыграть, потому что, перечитав три раза Дюма, я поняла, что Дюма её не любит. Казалось, он признаётся мне в ненависти. Я чувствую себя беззащитной перед его неистовой силой. Габриэла Мариани была родом из Молдовы. До графини почти не снималась, только-только окончила театральный. Старалась быть скромной и незаметной. Почти не красилась. Трудно было угадать в ней будущую роскошную красавицу Дианну. Любопытно, что уже во время съёмок даже коллеги по цеху не узнавали в разгримированной актрисе графиню Де Монсаро. Утром я приходила, хвостик такой, ну, чуть ли не в спортивном костюме. И навстречу идёт Дима Харатян. Он со мной здоровается. Здрасте, здрасте. Через час тридцать я выхожу уже в костюме, уже в прическе. Дима со мной здоровается второй раз. Потому что костюм, грим, прическа – это всё совершенно другое. Когда ты утром просыпаешься, там, привёл себя в порядок и быстро бежишь на работу. Это совершенно другое. Это такая, ну, быт такой, грубо говоря. Так же, как в Габриэле Мариане долго не могли разглядеть графиню Де Монсаро, в Евгении Добровольской никто не хотел видеть королевы Марго. Мол, не тот типаж. На кандидатуре актрисы настаивал режиссёр фильма Александр Муратов. Он верил в актрису и заставил поверить в неё других. Но с течением времени продюсер Жигунов окончательно разочаровался в выборе режиссёра и твёрдо решил переозвучить актрису. Евгения очень обиделась и на режиссёра, и на продюсера. И это был один из первых скандалов на съёмках «Диалоги» и «Подюма». Ну, как бы он хотел её облагородить, как бы сделать её более королевой, чем она была. А она такая была, если вы выбираете такую артистку с такой харизмой, то ей нужно как бы до конца идти. А вот её причесывать, приглаживать, да, и, так сказать, запудривать, и косметикой закрывать вот этот характер, который есть в Добровольской Марго, в Добровольской Марго, это было, ну, на мой взгляд, это просто грубейшая ошибка. Конечно, выбор артистки спорен, но если ты доверяешь режиссёру, если ты приглашаешь этого режиссёра как продюсера, да, если он тебя убедил, что она должна быть, то нужно идти до конца. С Дмитрием Харатьяном тоже вышла некрасивая история на съёмках «Королевы Марго». Уже в конце работы Жигунов и Харатьян, которых связывала многолетняя дружба, поссорились из-за ерунды. Кто-то про кого-то что-то не то сказал, кто-то что-то не так понял, и как снежный ком покатились взаимные обиды. Как впоследствии признавались сами актёры, им по прошествии лет было очень жаль, что всё так вышло, ведь оба искренне дорожили этой дружбой. Но в картине «Королева Марго» Харатьян, как и Добровольская, говорит не своим голосом. На самом деле я в результате всё равно благодарен Жигунова за то, что я сыграл ту роль. Единственное, что он не дал мне её озвучить. Я не мог подвергать вас опасности. А если бы они нашли меня у вас в покоях? Помолчите, граф. Ваше благородство стоило нескольких лет моей жизни. Ивашенко, который меня озвучил, он слухачий, и он очень точно схватил. Я вот даже когда я смотрел, думаю, да нет, это я. Но я-то знаю, что не я. Я же знаешь, что это не я озвучил. Но ощущение полное, что это... То есть в этом смысле он очень бережно как раз и Жигунов, и Ивашенко. Они очень всё сделали красиво. У меня нет никаких претензий. Отойдите! Отойдите! Как вы смейте, вы! Так, Жень, Жень, Жень. Пусть нас по морде. Нет? Вообще, как бы тут такой завод, что ты не остановишься. На съёмках по романам Дюма было множество неприятностей и конфликтов. Деньги задерживали часто, а спрос всегда был с Жигунова. По полгода группа сидела без зарплаты. На продюсера точили зуб, а продюсеру между тем поступали звонки от ракетиров с угрозами. Мол, кино снимаешь, делись. Группа была в командировке, а эти люди не перечисляли деньги. Я помню, что я со съёмочной площадки поехал к Лысенко в гриме, в костюме. У меня был грим с рассечённой, с рассечённой лбом, и кровь у меня вот так по лицу, значит, стекала. Вот с этой кровью я и пришёл, сел в приёмную. Он так смотрел на меня, говорит, Ё-моё, сказал, ну так-то, зачем, он сказал, ну зачем ты, Анатолий говорит, ну не платите, ну что, три недели денег, люди же там, уже суточные, кормить нечем. Он говорит, ну, слушай, бухгалтерия, говорит, Жигунов тут пришёл, весь в крови, говорит, дайте ему деньги. Тихо! Мотор! Есть! Но сегодня мало кто из группы вспоминает о проблемах, обидах и трениях. В памяти почти всех актёров при упоминании о съёмках в дилогии всплывают приятные и забавные случаи. Мы почти полгода провели в замечательной, ну чуть меньше, кто больше, кто меньше, на съёмках в Чехии. Не мог никто предположить, что начало съёмок и их завершение будет настолько разниться между собой. Мы выпили значительное количество пива, и наши костюмы не сходились на пуговках, их делали на резинках. Ну вот за там 14 дней, 15 нашего пребывания города меняли свой облик. Начиналась ночная жизнь. Я думаю, что до сих пор, наверное, девушки из Чехии скучат. В 1996 и в 1997 годах, когда и графиня, и королева вышли к своему зрителю, им удалось одержать сокрушительную победу в рейтинговых телевойнах. Под их напором рухнул до того, казалось, нерушимый бастион. Американский сериал «Санта-Барбара» – самый рейтинговый продукт на отечественном телевидении середины 90-х. Марго и Монсаро забили гол за океанским коллегам, хотя счет в этом псевдопоединке мог бы быть еще более разгромным. Телевидение совершило чудовищный по нынешним временам акт вандализма по отношению к картине. Ее показывали по воскресеньям одну серию. Я помню, у «Санта-Барбары» был рейтинг 15, у нас был 17. Мы не сильно там перебили, но перебили. Сергей Викторович очень хотел снять хорошее, качественное кино. У него это получилось. Кино – это такая вещь, это команда. И когда включаются все, и когда хороший сценарий, хорошая музыка, и все в это увлечены, тогда кино получается. Графиня де Монсаро и королева Марго получили множество призов у нас в стране и за рубежом. Фильмы полюбили зрители. На сегодняшний день диалогия выдержала уже порядка 20 показов. Но вот третью книгу из трилогии «Дюма» «45» Жигунову так и не удалось экранизировать. Ушел из жизни исполнитель одной из ключевых ролей в проекте – актер Евгений Дворжецкий. И в память о нем решено было приостановить съемки фильма. Однако сегодня Жигунов снова с «Дюма». В производстве его студии новый сериал по бестселлеру великого француза. На сей раз неутомимый продюсер экранизирует, внимание, трех мушкетеров. Так что продолжение следует. Много грустных событий после этого. И Женя Дворжецкий, который ушел. Настолько это было больно и настолько это было серьезно для всех нас. Жизнь идет. У всех участников этих съемок по-разному сложились судьбы. У кого лучше, у кого хуже, у кого трагичнее, у кого радостнее. Ну, вот так наша жизнь разделяет, наша жизнь, судьба распоряжается. Это жизнь. Это жизнь.